Раз, два, три. Десять минут буквально. Все, запись послал. Да, давай. Привет, Алексей. Слушай, конечно, я тебе благодарен, что ты затеял этот марафон, Алексей. Очень много людей, которые еще не знают метод ключ, что можно с помощью ключа снимать лишние стрессы, налаживать свою внутреннюю гармонию с собой и с миром. Они, конечно, очень довольны. Но я хотел очень важную вещь сказать о технике безопасности, так сказать. Она заключается в том, что мы не клиника, мы не больница, мы не лечим никаких болезней. Это совершенно другое. Это врачи должны заниматься лечением больных, сопровождать больных, врачи с медицинским образованием, имеющим профессиональный опыт. Мы не занимаемся лечением. Это очень важное обстоятельство. Просто у меня репутация такая хорошая, как врача. Я же там заслуженный врач из публики Дагестана. Я там профессором капитала здоровья и заряжения в Институте развития и образования в Нижегородской области работал. Я там работал ведущим научным сотрудником в Институте, в психологическом институте российской академии образования. Я там работал в центре, короче говоря, в разных институтах, ведущим научным сотрудникам и военных, медицинских, и космических, медицинских. Поэтому люди некоторые, которые видят мою биографию, они думают, раз он доктор, значит, вот он нас лечит. Нет. Это моя репутация в данном случае, она не в той области. Наш марафон, который ты затеял, очень полезный для всех людей. Но не клиника. Это очень важно. Это очень важно. Потому что, с одной стороны, это помогает и больным, и здоровым. А с другой стороны, есть такие проблемные ситуации у больных, которые нужен только врач. А врач, который знает метод ключ, еще лучше врач, потому что я же проводил занятия и с больными, и с врачами, и у академика Федорова в институте глаголометрии. Там, когда на конвертную операцию больных готовил, и хирургов там же обучал. И точно так же я, когда работал в Армении, я занимался обучением и анестезиологов, и хирургов. И в клинике имени Ленина там очень много-много хирургических операций, общий, таракальных делали. И там очень многие больные быстрее, быстрее подготовку к операции проходили. Во время операции и после операции быстрее восстанавливались. И снижали им врачи, снижали им во время реабилитации, и после операционной, количество аналогетиков и наркотиков. Конечно, это может помогать любому человеку, в том числе и больному, но я ответственно официально заявляю, что наш марафон и наш метод-ключ это не лечение болезни, это не клиника, это передача опыта, саморегуляции, чтобы человек самостоятельно мог, научившись простейшим приемом, простейшим приемом, управлять своим состоянием, управлять своим состоянием. Это очень важное мое сообщение, потому что я смотрю, как успешно развивается марафон, который ты создал, но там уже очень много людей, которые нуждаются в поддержке, в помощи, они привлекаются автоматически, им друзья советуют, потому что марафон набирает популярность, все туда стремятся, все, сосед говорит, сетки, там родственник говорит, родственницы, вот, зайдите туда, там помощь оказывают, понимаешь, это важное мое сообщение, потому что мы, главная сейчас наша направленность, дать людям простейшие приемы, простейшие приемы против стресса, чтобы они могли снимать лишний стресс, настраиваться на созидательную деятельность, на творчество, поэтому я опять поставил какую-то из моих картин, да, я эту картину посылаю в подарок, на день рождения моим друзьям, сейчас тебе пришлю, чтобы ты маме передал, тоже передал, называется цветы, я посылаю своим друзьям в интернете, кстати говоря, ты можешь сделать как раз таки, открытку какую-нибудь, и там будет эта картина, да, это очень интересная вещь, таким образом, таким образом, и всех друзей, и всех участников нашей школы Homo Futurus, еще раз поздравляю, что марафон развивается успешно, успешно, очень много людей туда привлекаются, да, но наша школа Homo Futurus, человек будущего, это школа развития, развития способности к саморегуляции, использования даже энергии стресса для решения любых твоих задач, хоть умственных, хоть физических, и при этом, и при этом, помогает и врачам, и психологам, и больным, лучше работать с их клиентами, и пациентами, но не является клиникой, это не клиника, а лечение заболеваний, хотя много психосоматических болезней и пограничных нервно-психических нарушений уменьшается, когда человек владеет методом ключа. Ну да, потому что даже когда методика была утверждена Минздравом СССР, Минздравом СССР, а проходила она апробацию в Институте Сербского под руководством академика Морозова, директора Института Сербского, то там в методических рекомендациях написано, применяется для снижения, снижения стрессовости и утомляемости у работающего человека и психопрофилактики различных стрессогенных, психосоматических заболеваний и нервно-психических нарушений, а также для оптимизации процессов обучения, тренировки и восстановления. Вот так вот. Понятно, да? А школа наша, человек будущего, хомофутурс, развитие, качество, чтобы роботы нас не заменили. Это изобретательские качества, это развитие творческого мышления, это развитие способностей у человека делать озарение у себя, но уже по заказу. Сам себе задал и открыл. Делать открытие, потому что роботы не умеют делать открытие. Какой бы иисусственный интеллект не развивался, роботы не умеют делать открытие. Открытие это делает только человек. Так что я тебе очень благодарен. Маме скажи, что я пришлю вот эту картину на видео и на фото. Пришлю. Да. Чтобы у него было хорошее настроение. Я так своим друзьям в интернете и посылаю иногда, когда у них какие-то праздники. Вам, друзья, для настроения от меня цветы. Да. Все видят эти цветы. Да. Я тебя обнимаю, Алексей. До встречи. Благодарю. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok